так ребятушки всем привет сегодня такой экспериментальный ролик в домашнем режиме мы уже два месяца проживаем в казахстане и я вы для себя выделил главные плюсы и минусы проживания здесь и хочу поделиться ими с вами если вы еще не подписаны на канал обязательно подписывайтесь ставьте лайки комментируйте также хотел бы напомнить что вы можете поддержать меня финансово все ссылки и реквизиты в описании погнали так начнем с плюсов и самый главный плюс конечно это цены они сравнительно с россией здесь ниже стоит отметить что конечно это из-за курса валют но так было не всегда я помню тот момент когда несколько лет назад казахи приезжали в астрахани закупались покупали машины технику и собственно новых машинах все это увозили вот но тогда курс был три с половиной четыре тенге за рубль сейчас же курс 7 и 1 7 и 2 7 и 5 такой плавающий нестабильный и на данный момент конечно выгодно здесь покупать жить и и все на все дешевле у меня есть отдельный ролик по сравнению цен на бытовую технику электронику ссылочку здесь оставлю кто еще не смотрел обязательно посмотрите если сравнивать цены на продукты то они здесь тоже ниже но не намного примерно по стоимости сопоставимой с ценами в россии и стоит отметить что у вас не будет здесь культурного шока то есть какие-то там азиатские страны где незнакомые продукты здесь же собственно продукты производства того же производства там масло колбаса молоко молочные продукты йогурты различные и собственно все привычно все понятно также стоит отметить там сферу услуг это такси косметология какие-то шиномонтажка здесь конечно это тоже все дешевле при этом сервис не хуже для сравнения алена там выходила на маникюр педикюр и стоимость этих услуг ей обошелся в 8000 тенге если не переводить на российские то это получается 2400 рублей примерно в москве же она пользовалась этими же услугами и ценник был в районе трех с половиной тега пяти тысяч рублей разница достаточно ощутимая поэтому обязательно стоит выделить это как плюс из того что пользуемся сами хотелось бы выделить контактные линзы такая повседневная вещь в россии мы покупали упаковку за последнее время за 2 200 2 500 здесь же мы покупаем ту же самую упаковку за 10 тысяч тенге что сопоставимо с российскими это в районе 1400 1500 рублей сами видите какая разница цены здесь ниже чем россии и обязательно это стоит выделить переходим дальше итак следующий плюс это работа привычных сервисов такие как валдберис яндекс такси додо пицца также больших городах работает яндекс еда мне кажется это очень удобно вы по приезду в казахстан можете продолжить пользоваться любимыми сервисами также очень удобно яндекс такси здесь не нужно привязывать казахстанскую карту вы можете платить поездку со своей российской карты то есть если вы приехали в казахстан не знаете как добраться в гостиницу до пункта назначения и у вас нет местной валюты то вы можете элементарно вызвать такси через приложение яндекса и у вас пишется с вашей российской карты и автоматически конвертируется в тенге мне кажется это очень круто и удобно у валдберису конечно хотелось бы отметить что здесь не так много пунктов выдачи и срок доставки товаров конечно больше мы проживаем городе актау и нам доставку доставляют товары примерно за неделю плюс-минус но никаких проблем обычно не возникало все достаточно четко и без повреждений каких-либо следующий плюс это возможность разговаривать на русском языке за все время пребывания в казахстане со мной только один раз не смогли объясниться на русском языке и это произошло в кровеческом музее просто человек не знал русский язык и ничего сверхъестественного в этом не вижу мне кажется что к этому нужно относиться именно как возможности нельзя как это рассматривать как должность казахстан суверенное государство там вы можете сказать мол это республика бывшего ссср и ничего удивительного в этом нету но нет я считаю что казахи могут и должны разговаривать на собственном языке и ничего удивительного страшного в этом нет считаю что все кто планирует связать свою жизнь с казахстаном и задержаться здесь на долгий срок обязательно должны начать учить казахский язык хотя бы на бытовом уровне иметь возможность объясниться но и в дальнейшем конечно это поможет в развитии и особенно конечно это располагает к себе местных жителей сразу они видят ваши стремления адаптироваться так на самом деле очень часто даже гуляя по городу можно слышать русскую речь причем от местных жителей от казахов просто они разговаривают по телефону либо общаются там между собой или даже с детьми дети могут разговаривать между собой на русском языке это здесь повсеместно встречается и я считаю что казахи в принципе счастливые люди ведь они с рождения знают два языка мне кажется это очень круто так следующий плюс это отсутствие санкций как вы знаете в россии сейчас действуют санкции которые сподвигнули уйти из россии многие торговые сети представительства различных компаний в казахстане же это все есть и присутствует и никаких проблем собственно нет нет здесь представлены торговые сети речен демзара бершка также есть официальные магазины adidas а найка вам не нужно бояться то что вы можете заказать в интернет магазине какую-то паленку также здесь есть макдональдс и кока-кола это вам не вкусная точка или байкал все вкусовые качества в оригинале как и должно быть также хотелось бы отметить что можно здесь есть возможность оплачивать интернет покупки с помощью телефона и сервисов apple pay google pay samsung pay они здесь работают и никаких проблем с этим нету инстаграм работает без vpn представьте себе не нужно заморачиваться что-то выдумывать но у всей этой истории есть небольшой минус здесь youtube чик работает с рекламой вот но это такой небольшой минус и ложка дегтя бочки с медом следующий плюс и наверное это самое главное богатство казахстана это люди есть такое понятие как гостеприимство и она здесь очень сильно развита ни разу не сталкивался с какой-то либо дискриминации или плохим отношению к себе потому что русские или по какому-то другому принципу что мы здесь понаехали нет такого нет все очень доброжелательные подсказывают открыты к общению и мне кажется это очень круто да в сети гуляют видео и рассказы люди делятся каким-то негативным опытом по отношению к себе вот но мне кажется что это абсолютно единичные случаи не нужно относиться к этому как какой-то повсеместной истории поделитесь комментарием своим опытом я думаю что будет больше хорошего чем плохого наш уже опыт начиная с пересечения границы где ребята пограничники смеялись и шутили и заканчивая вот недавним походом на стендап где к нам подошел сотрудник просто пообщаться поинтересовался откуда мы приехали как у нас настроение все ли нам здесь нравится мне кажется вообще это в россии такого точно не встретишь то есть все будут зажаты и никто к тебе точно не подойдет просто спросить как у тебя дела также там в соне в банках всегда мы встречали людей которые общались спрашивали откуда мы узнавали все ли хорошо все ли нам нравится даже гуляя по скальной тропе в актау я разговаривал с полицейским он тоже подошел спросил там про камеру мы с ним наверное пообщались минут 15 в итоге в конце он пожелал мне удачи всего доброго я сказал что это взаимно и в общем такой опыт тоже у меня был и никакого негатива не было за все время а мы здесь уже почти два месяца главное вести себя достойно относиться с уважением ко всем людям как впрочем это как и везде в любой стране кому понравится да там в испании в америке в голландии в россии если ты будешь пьяным дебоширить либо там раскидывать мусор или проявлять неуважение к местным мне кажется это абсолютно нормально и я сам против таких такого рода поведения ни к чему хорошему это не приведет в общем вот такие самые главные очевидные плюсы жизни в казахстане есть для себя отметил конечно и гораздо больше причем когда я думал над минусами жизни в казахстане я с трудом набрал пять пунктов плюсов же у меня около 15 набралось я расписал все минусы и как мне кажется некоторые из них достаточно существенные переходим к минусам первый минус это цены да да вы не ослышались цены есть и в плюсах и в минусах сейчас объясню что я имею ввиду я имею ввиду цены на жилье и здесь они сейчас очень высокие и не соответствует цена качеству да естественно это связано с большой волной иммиграции из россии и скорее всего носит временный характер но сейчас собственно это так и у меня на канале есть видео как мы искали квартиру на каком варианте мы остановились за сколько мы сняли собственно кто не смотрел обязательно посмотрите я думаю будет интересно ознакомиться не буду подробно заострять внимание на этом вопросе обязательно посмотрите ролики и сами все увидите так следующий минус это сервисы доставки продуктов именно продуктов доставки из ресторана здесь все в порядке по нашему опыту примерно в 30 процентах заказов у вас будут проблемы вам либо привезут не тот товар и либо совсем не привезут очень часто возникают проблемы с хлебом то есть нам мы заказываем один вид хлеба нам привозят другой точно так же мы заказываем 5 литровую воду и один раз мне не привезли ее совсем потом правда довезли но это сами понимаете нужно писать в техподдержку ну и собственно время в некоторых случаях сервис возмещает это бонусными баллами в некоторых случаях магазин довозит товар совсем недарвано буквально нам привезли чай гранулированный хотя я заказывал чай в пакетиках у меня даже заварочного чайника нету как я буду его пить и заваривать я не понимаю вот и ну девушка просто ошиблась потом она самостоятельно и драйвером не отправил эту упаковку чая вчера буквально мне привезли все в полном соответствии заказу но положили кофе три в одном один пакетик причем он пробит в чеке для чего почему я не понимаю хотя я его не заказывал я проверил отдельная история конечно это сами приложения в которых нету описание товара нету фотографий это очень удобно то есть это особенно если товар незнакомый ты никогда с ним не сталкивался не знаешь как он выглядит не знаешь какая упаковка какая громовка в общем это вызывает сложности и возникают вопросики в чем сложность непонятно но в общем вот такая ситуация может быть в больших городах это по-другому но в октаву вот так вот еще очень сложная структура под разделение на категории очень неудобно категории миллион они все вверху вот такой такой каруселькой и очень сложно ориентироваться да есть поиск и он конечно помогает но все-таки в российских приложениях в том же там delivery club самокате или в яндекс лавке это намного удобней пользоваться этими приложениями гораздо приятнее еще стоит отметить что в приложениях нету скидок то есть даже если в магазине есть скидка на товар который вы заказываете через приложение у вас приложение не будет отмечена скидка и я не знаю как таком случае пробивается товар следующий минус который я бы хотел выделить это интернет интернет здесь вроде бы хороший и все отлично работает но иногда он зависает подлагивает и я бы сравнил его с такой шоколадной нугой пастой которая такая тягучая знаете еще вы вот такое сравнение приходит голову как будто это спринтер который бежит марафон и иногда он чемпион ему хватает усилий на последний рывок он к финишу прям бежит к победе а иногда он аутсайдера у него просто не хватает сил он кое-как вот так вот медленно карабкается бежит к финишу чтобы завершить дистанцию в общем интернет конечно здесь не очень хорошего качества следующий блок я объединил и назвал его городская среда сюда входят общественное пространство общественный транспорт и приложение которым вы используете для навигации начнем с городской среды я уже в одном из роликов говорил о том что здесь очень малое количество урон их действительно мало что у меня вызывает вопросы на самом деле это даже не у каждого магазина есть уроны то есть элементарно там выкинуть чек или там фантика жвачки которые ты купил в магазине невозможно потому что урны возле этого магазина нету да возможно она есть внутри но в любом случае мне кажется что урна должна быть и в россии это повсеместно встречается следующий момент общественный транспорт он здесь хороший здесь ходят автобусы средней вместимости достаточно новенькие свеженькие опрятные уютные все хорошо но автобусы ходят не допоздна и достаточно рано заканчивается работу вот недавно например я пытался уехать в 2130 но автобусы уже не ходили и соответственно мне пришлось вызывать такси а это как дополнительная трата и не очень удобно следующий момент это приложение которое вы будете использовать для навигации это яндекс карты и дубль гиз google карты не проверял не знаю прокомментировать не могу но в яндексе встречается такой момент что я так понимаю нередко обновляются и зачастую когда ты едешь на такси таксисты едет другим маршрутом не тот который прокладывает навигатор и его приложение с чем это связано нет он там не хочет вас увезти в лес или в степь и как-то над вами надругаться просто это связано с тем что яндекс редко обновляется я один раз поинтересовался у таксиста и он мне сказал что эту дорогу допустим открыли недавно и видимо ее просто не добавили в приложении яндекс они не знают естественно он прокладывает маршрут другим образом также в яндекс картах может отсутствовать какое-то заведение либо магазин то есть по факту она есть как на втором приложении она будет отсутствовать тоже наверное это связано с тем что приложение редко обновляется здесь в основном все пользуются дубль гисом и это самое популярное здесь приложение самые большие отзывов у заведений у магазинов и так далее и все местные ориентируются именно на него но и она дает сбои совершенно недавно мы ездили на стендап в гостиницу rixos кто не смотрел ролик обязательно посмотрите ссылочку вот здесь оставлю вот и столкнулись с тем что дубль гис нам показывает что мы можем добраться до этого места на автобусе мы идем на остановку садимся на этот автобус но доезжая до определенной точки он останавливается и нам говорят что это конечко и нам нужно выходить вот такие вот неточности встречаются и соответственно опять же нам пришлось вызывать такси и ехать за дополнительную плату до того места куда мы хотели добраться и в итоге нам водитель там и контролера сказали что туда вообще-то автобусы не едут никакие как такая информация отображается в приложении я не понимаю возможно у меня есть предположение что туда автобусы ходят в летний период а в зимний соответственно за ненадобностью маршрут сокращают но это не точно это только мои предположения следующий большой минус который хотелось бы выделить это вода и отключение воды вообще в октаву достаточно серьезная проблема с водой и ее качеством в городе действует мангостауский атомно-энергетический комбинат который собственно занимается водоснабжением города вот в условиях отсутствия в регионе природных источников пресной воды 1963 году в городе шевченко город тогда назывался именно так было создано промышленное производство питьевой воды путем опреснения воды из каски еще раньше насколько я знаю ходили баржи с пресной водой и собственно вот в таких условиях сложного производства здесь добывается вода там сложный технологический процесс на самом деле морская вода выпаривается она соединяется с минерализированной водой которая добывается из местного источника который находится на глубине 500 метров кажется можете почитать это отдельная история в общем как кому интересно можете обязательно посмотреть вся информация есть свободном доступе какая проблема возникает просто отключают воду и вот у нас допустим сейчас уже два дня нет воды часто можно увидеть ржавую воду и даже черную воду шутки про то что здесь идет нефть из прямо из-под крана как никогда актуальны и на эту тему тоже очень много видео роликов гуляет в сети такая вот проблема существует в городе актау она доставляет большой дискомфорт на самом деле так ребят я рассказал о нашем опыте с чем мы столкнулись лично перечислил плюсы и минусы проживания в казахстане конечно это мнение субъективно для кого-то эти плюсы и минусы могут быть не столь существенные но и конечно некоторые плюсы и минусы являются местной особенностью именно из опыта проживания в городе актау других городах может быть по-другому и каких-то плюсов или минусов может не быть комментариях обязательно напишите о своем опыте поделитесь своим мнением что вас порадовала или наоборот разочаровала какие проблемы или радости встречали по приезду в казахстан я думаю будет интересно почитать на этом все наш ролик подошел к отцу спасибо что досмотрели до конца обязательно ставьте лайки если еще не подписан на канал обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик чтобы не пропустить новые видео все это помогает продвижению канала вам не сложно а мне приятно на этом все всем спасибо пока 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 пока